Шалом дорогие друзья, снова наша рубрика короткая и актуальная кашрутка. Сегодня мы поговорим о лекарствах, а точнее поговорим о вопросе, можно ли брать лекарства, на которых нет кашрута, или о которых мы точно знаем, что они сделаны из некошерных элементов. Что делать? Дело в том, что в производстве лекарств иногда используют некошерные ингредиенты для того, чтобы приготовить то или иное лекарство. Причем это как связано с таблетками, так и с сиропами и так далее. Понятно, что когда человек болен смертельно, когда в принципе его болезнь угрожает его жизни, то у нас есть простое правило. То есть опасность для жизни отталкивает все запреты, которые есть в Торе. Если этого лекарства ему нужно, то он обязан его пить, и тогда неважно, оно кошерно, некошерно, человек принимает это лекарство в любом случае. Наш же вопрос более заостряется на человека, у которого нет смертельной болезни, он болен, ему нужно лекарство, но его болезнь не несет опасности его жизни. И в этом случае появляется вопрос, можно ли использовать лекарства, в которых находятся внутри нее компоненты, которые некошерные или сделаны из некошерных компонентов, или мы не знаем о кошерности этого лекарства. Кстати, когда мы не знаем о кошерности лекарства, вопрос намного более простой, чем когда мы точно знаем, что индигренты, которые внутри этого лекарства, некошерные. Итак, что нам делать с человеком, который болен, но опасности жизненные? Шурхан Ару в 155 главе говорит, что Галаха такова, что человек, который болен, даже не смертельно, не опасно, имеет право брать лекарства, которые некошерные. Но при одном случае, в подробном условии, если он получает от них, скажем так, удовольствие, не так, как обычно получают люди удовольствие. Это называется НЕГЭНЕ ШИЛО КИДЕРХАНА АТАН. То есть, в принципе, он принимает лекарства так, как обычно не принимают вещи и пищу. То есть, у него нет получения удовольствия от этого запрета нормальным путем. Рам вам в законах Махалота Сура запрещенных видов еды в 14 главе объясняет, что, например, поедание еды, которая у него очень-очень горький вкус. То есть, если у еды есть горький вкус, и человек ее ест, то это называется АНА А ШИЛО КИДЕРХАНАТО. То есть, это и есть получение удовольствия ненормальным путем. То есть, человек, в принципе, насыщается, то есть, его получает пищу, получает какие-то питательные элементы. Но удовольствие от этой пищи он не получает. То есть, в принципе, так не получают еду от пищи, то есть, когда она очень горькая и неприятная. Таким образом, получается, что можно на базе Шхонаруха и Рамбама, выходит, что можно взять лекарства, на которых нету кашута, или о которых мы точно знаем, что они не кошерными элементами внутри них. Мы можем взять, когда их вкус, этих лекарств, противен. То есть, они противные, горькие, неприятные. Если этот вкус неприятен, то тогда можно их брать, даже если мы точно знаем, что там не кошерный элемент. Есть еще один ответ очень интересный, есть одно объяснение, почему мы можем использовать эти лекарства. Цицелия из Рабилиза и Руда Вальдебек в своей респонсе объясняют, что во время процесса приготовления этих лекарств, в принципе, когда на заводах, на предприятиях, которые занимаются производством лекарственной продукции, делают это лекарство, то обычно те запрещенные элементы, то есть те не кошерные элементы, которые вкладываются в это лекарство, проходят химическую обработку. В принципе, химически обрабатывают, они проходят обработку распада, потом переработки и так далее. Короче, они, в принципе, теряют свою предыдущую сущность. То есть они перестают быть теми, кем они были. И поэтому, по мнению Цицелия из Рабилиза, можно облегчить для больного человека, который болен не опасной болезнью, то есть нету опасности его жизни, он может такое лекарство брать, снова, с условием того, что это лекарство прошло химическую обработку. То есть это не какое-то народное, то есть четкое лекарство, в котором нет химической обработки. И в этом случае можно облегчить более, чем в предыдущем случае. Мы говорили до этого, что можно положиться, если вкус противен, если вкус неприятен и так далее. Здесь можно сказать, что даже если вообще никого вкуса, то есть даже если это безвкусное лекарство, вкус оно никого не имеет, неприятного, никакого. То если оно проходит химическую обработку, то можно, естественно, в этом случае облегчить, даже если мы знаем, что оно сделано из некошерных веществ, которые находятся внутрь. Окей. Но у нас есть проблема другая. У нас есть лекарства, у которых, да, хороший вкус, они даже приятные на вкус. Аскорбинки там, которые кто в детстве ел, то есть любил есть. Я любил, допустим, в детстве иногда. Было лекарство от кашля, мукалтин называлось, у него был такой приятный вкус. Я его тоже у бабушки иногда пер, то есть типа поесть, просто даже когда здоровый. То есть немножко... У меня бабушка была врач. В любом случае, есть лекарства вкусные, особенно сиропы для детей, детские лекарства, у них есть вкус. И он приятный, и он вкусный. Что с ними? Если мы знаем, что это лекарство сделано из некошерных элементов, или мы не знаем, что он с кашлотом, но вкус-то у него вкусный. Говорит Гарцви Песах Фран, главный раввин Русалима в свое время, то есть до образования Государства Израиля, потом после образования Государства Израиля, в своем респонзе Гарцви, следующий вечер. Он разбирает этот вопрос и облегчает. Почему? Дело в том, что тот запрет, то есть элемент запрета, который находится в каждом количестве лекарства, которые человек принимает, он мизерный. То есть там нету, то что называется шиур-казайта, там нет казайта, там нет размеров с маслиной, с коробочным коробок запрещенного вещества, который находится внутри, то есть некошерного. И таким образом человек не нарушает точно запрет Торы. То есть, чтобы нарушить запрет Торы, поедая некошерную вещь, нужно съесть казайта, то есть как минимум размеров с коробок, со спичечный коробок. Здесь этого не происходит. И поэтому можно облегчить. По-настоящему, то есть по букве закона, мы знаем, что хацищура сурмен ассору, то есть, да, я не буду говорить, что Тора запрещила или мудрецов, то есть, в принципе, половина того количества, которое запрещено, даже если половина этого количества, даже часть этого количества съедаешь, все равно это запрещено. Всегда. То есть, да, мы не можем сказать, а, то есть, свининку мы сейчас съедим, меньше казайта, то есть, да, берем кусочек небольшой сала, там нету размера казайта, можно съесть. Я запрет Торы не нарушу. Запрет Торы не нарушу, запрет мудрецов нарушу. Но все равно есть-то нельзя. Почему нельзя есть? А здесь Рафранк, да, разрешает для больного, у которого нет опасности жизни. Он писает следующим образом. Почему мудрецы запретили, да, может быть, Тора, по мнению, есть мнение, что это запрет Торы, хацищура сурмен атура, то есть, что у нас сурмен атура, половина, то есть, количество запрещено также из Торы. В любом случае, даже запретили мудрецы, потому что там есть опасность какая. Я съем кусочек. В этом кусочке не было достаточного размера для запрета. После этого я не остановлюсь нечаянно и нарушу, съем полное количество нужное для запрета, нарушу запрет Торы. Здесь в лекарстве это невозможно, потому что человек берет лекарства по определенному количеству. Он не берет больше количества и никогда ни в каком лекарстве нету его, не дойдет он до Казаево. То есть, размера нету, никто не поедает лекарства размером со спичечный коробок, уже не говоря о том, что там разные дегренты. И таким образом никогда не будет Казаево размером со спичечный коробок вещества, запрещенного внутри этого лекарства. Таким образом, это будет запрет мудрецов, максимум в этом случае можно облегчить и разрешить для больного, у которого нет опасности для жизни. Еще одно решение, когда человеку нужно взять лекарство, которое некошерно и может даже не больной, то есть не сильно больной, то говорит Минхат Шлому, что можно обмотать таблетку в бумагу и проглотить ее. И почему? Потому что, так можно, потому что Гмара говорит следующие вещи, что человек, который поедает запрещенную еду какую-то, если она закручена, то есть она замотана в какую-нибудь веревку или что-нибудь такое, закручена, допустим, сеной, что-нибудь в этом роде, то тогда это является поеданием широкий Дерхана, мы это уже учили, то есть этот термин, то есть не путем нормального получения удовольствия от еды. И тогда человек, который так съедает запрещенную вещь, он не нарушает запрет Торы, а нарушает запрет мудрецов. И в случае больного, у которого нет опасности для жизни, мудрецы не запрещали, поэтому так можно облегчить. К концу, что можно сказать? Нужно отметить, что Рама, на тот шарханур, которому упомянули выше, говорит, что больной, у которого нет опасности его жизни, который может взять лекарство, которое кошерное, и лекарство, которое не кошерное, то есть у него есть выбор, и кошерное, и не кошерное, то есть туда или сюда, то в этом случае, когда у него есть и то, и то, естественно, он обязан приложить любые усилия для того, чтобы, в принципе, получить и выпить именно кошерное лекарство, несмотря на то, что постфактум, если он этого не, то есть не может найти другого никакого лекарства, и лекарство есть только не кошерное, то он может положиться на все те разрешения, которые мы объяснили. Где можно достать список кошерных лекарств? Очень просто. Обычно на ПЭСах, кстати, все, что мы говорили, не связано с ПЭСахом. С ПЭСахом некоторые есть еще определенные аспекты, которые мы не обсудили, и, может быть, обсудим, но это не с действиями. Здесь мы говорили на просто, глобально о всех днях. Так вот, можно достать на ПЭСах всегда выпускают списки кошерных лекарств, какие из них кошерные, какие кошерные, даже на ПЭСах. И можно их найти, то есть они также бывают на сайтах интернета больничных газ. Всегда это перед ПЭСахом появляется. На этом все. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует...